Коллеги, я увидела в зале еще одну нашу очень известную, выдающуюся женщину, голос и лицо Министерства иностранных дел, которая, уверена, тоже известна не только в России, но и во многих странах. Это Мария Владимировна Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Я все-таки хочу, чтобы вы, Мария Владимировна, выступили. И спасибо вам за огромную работу, которую вы ведете на каждом нашем форуме. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я прошу прощения за голос, но было ОРВИ, а работу никто не отменял. Вот сели связки. Уважаемые коллеги, и как Валентина Ивановна Матвиенко ввела в оборот, дорогие подруги, это уже тренд. Мне действительно предложили выступить буквально накануне открытия сессии. И я не готовила специальное выступление. Когда такое происходит, и ты понимаешь, что ты будешь находиться среди выдающихся людей, в особом месте, в особый исторический момент, и ты заранее не готовился, тогда нужно сказать о самом главном. О том, что волнует по той теме, которую обсуждают. Я начну с того, что мне выпала честь, мне доверили стать официальным представителем Министерства иностранных дел великой страны, нашей страны, России. Эта позиция дает возможность увидеть, насколько сильны те, кто пытаются разъединить мир и противостоять усилиям по его объединению. И то, что было сделано Матвиенко по созданию и реализации идеи проведения форума, доказывает, что эти силы, деструктивные силы, могут подождать. Потому что мы умеем объединяться в самые непростые ситуации. Мы можем возвысить свой голос и должны это сделать тогда, когда мир нуждается в объединении. И вот этот год-полтора мы видим, насколько важно уметь объединять усилия. Теперь по теме непосредственного форума. Сегодня неоднократно говорили и вчера об уникальности этой площадки. Она посвящена женщинам, она посвящена девочкам, она посвящена всему тому, что является вызовом для нас, для мира, естественно. Тема форума «Миссия женщины и вызовы». Миссии много в виде целей и задач. И у каждой женщины эта цель и задача своя. В зависимости от того, что является ее непосредственным даром, талантом, к чему у нее есть способности и возможности их реализовать. Но, конечно, есть одна особая миссия. Это то, о чем сегодня говорили и говорят постоянно. Это материнство, это семья. Но мы, как правило, слышим и говорим о том, что речь идет о рождении ребенка и детстве. Давайте расширим это понятие. Это, может быть, станет каким-то таким конкретным предложением. Давайте будем говорить о том, что особой миссией женщины является создание человека. Ведь начинается это не с момента рождения и даже не с момента зачатия. Это начинается задолго до этого, когда женщина только готовится стать матерью даже неосознанно. Весь тот путь, который она проходит, то с важнейшего момента в ее жизни до важнейшего момента в жизни каждого человека, который появляется на свет, влияет на всю дальнейшую судьбу этого человека. Потом происходит удивительное чудо, когда Всевышний Творец посылает вот эту душу, которая должна стать живым человеком. и путь человека начинается с познания окружающего мира. И первое, что он видит, первое, что он узнает и познает в этой жизни, как он ее начинает воспринимать, это женщина. И то, что она дает ему в первые моменты, в первые секунды, в первые дни и месяцы, так и будет идти его жизнь. Поэтому давайте говорить о создании человека. Все-таки, а не только в таких понятиях, как материнство, детство, воспитание и так далее. Женщина ведет человека всю жизнь. Это и грудное вскармливание, это подготовка к первой его жизненной социализации в виде детского сада и школы. Это, конечно, лечение ребенка при всех чудесах медицины и возможностях, которые нам сегодня предоставлены. Ведь в основном женщина, особенно когда ребенок маленький, может понять и прочувствовать, что же с ним происходит. Вы знаете это. Когда ты обзвонишь всех, друзей, знакомых, своих родителей, врачей, для того, чтобы понять, как лучше поступить в этот конкретный момент. А потом наступает самый сложный жизненный момент в жизни женщины и в жизни того человека, которого она создает. Она должна полностью передать его обществу, будь то государству, социум, мир. Она прощается с ним в тот момент, когда он становится совершеннолетним и самостоятельным. Да, она будет всегда рядом. Но вот эта жертвенность, это, конечно, тоже особая миссия, часть особой миссии женщины. Теперь о вызовах. О вызовах сказано много. Они и новые бывают, и традиционные. Но есть тот, о котором говорится очень мало. Но мне кажется, что сегодняшний вызов один из самых серьезных. Это вызов любви. Посмотрите, как много мы говорим сегодня о показателях, о возможностях, о инфраструктуре. Это так важно. Я, возможно, что-то упустила, но слово «любовь» я услышала только один раз из уст нашей белорусской коллеги, подруги. Любовью наполнен этот мир. Женщина хранит любовь, передает ее, и самое главное, прививает чувство любви тому человеку, которого создает. И мне кажется, что если говорить о самых серьезных вызовах, то это вызов нашему миру, в котором, к сожалению, место любви уменьшается. А мы должны сделать так, чтобы она не уменьшалась, увеличилась. Еще один момент. О свободе. Только женщина, только она сама должна решать, как она будет жить свою жизнь. Будет ли она даваться всецело поддержке мужчине, который находится рядом своему мужу, отцу своего ребенка? Посвятит ли она себя тому самому материнству и созданию человека? Или она найдет в себе силы, талант и возможности для реализации в социуме? Но это ее выбор. И мы пришли к этому путем, в общем-то, и борьбы, и работы кропотливой. Это заслуга не нашего поколения, а предыдущих поколений. То, о чем мы сегодня говорим, употребляя такое понятие, как гендерный баланс. И вроде бы, еще несколько лет назад все было понятно, о чем идет речь, когда мы говорили о гендерном балансе. Но это равноправие, гендерное равноправие. Равноправие между мужчиной и женщиной, равной оплаты труда, равной возможности применения законов в такой же степени, как мужчинам, так и женщинам, что мы имеем сегодня. И, наверное, это еще один вызов. С равноправием это все не так плохо. С гендером проблемы. Сколько их еще 10 лет назад, да еще 5, их было 2, мужчина и женщина. Сколько их сегодня? Вы представляете разные страны. В ваших странах, в соседних странах, в странах вашего региона. Посмотрите, что происходит. в некоторое государство количество гендеров доходит до 80. До 80. Я понимаю, что мы все из нас здесь математики. Я тоже не математик. Но есть простая арифметика. Когда мы говорили о равноправии среди двух гендеров, это было 50 на 50. А когда их 80, сколько нам оставляют из этих прав? Возьмите дома калькулятор, посчитайте. это мизер. Кто остальные эти самые гендеры, если их 80? Это, конечно, вызов. И с этим, конечно, нужно что-то делать. И последнее, о чем я хотела бы сказать, это не только вызов женщине. Посмотрите, что происходит с детьми. Эта самая концепция теперь начинает распространяться и в отношении детей. тех самых людей, которых мы, как женщины, создаем. Я не буду говорить о странах, в каких странах, какие проблемы. Вы многое знаете, вы много прочувствовали. Вы многому поставили барьер из плохого, то, что, к сожалению, пытается разрушить вот те самые традиционные ценности, о которых мы так заботимся. Посмотрите, что происходит. Не то, что несовершеннолетние, но дети в возрасте трех лет теперь ставятся перед абсолютно неестественным искусственным выбором, выбором гендера. Когда в три года, вы представляете, что такое три года, когда в три года, когда ребенок только начинает познавать эту жизнь, только пытается узнать не только окружающий мир, а самого себя познать к нему уже приходят в некоторых странах и говорят, а теперь ты должен определиться, ты мальчик или девочка, а может быть, ты ни то, ни другое. В некоторых странах уже запрещено на уровне запрета я не, я прошу не ловить меня на точности формулировок. Сейчас не это важно, сейчас важны тенденции и их анализ. Так вот, в некоторых странах уже внедряется понятие того, что при рождении ребенка нельзя называть он или она, мальчик или девочка, а нужно говорить, извините меня, используя средний род, какой такой средний род. Таких примеров все больше, они все страшнее. Эти примеры являются тоже вызовом. Большое спасибо за внимание и за такую фантастическую возможность. Спасибо. Спасибо. Спасибо.